Итак, добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мы сегодня проводим наш очередной мастер-класс. Мастер-класс, с моей точки зрения, с одним из интереснейших наших коллег. Интереснейший не только потому, что он интересен, потому что он интересный человек, потому что он выпускник нашего университета, социолог, мой полный коллега. Но еще и жизнь, жизненный опыт и жизненные препятствия, которые он сам себе строит, или жизнь так его толкает, подталкивает к ним, он так интересно, красиво преодолевает. Много интересного опыта, связанного с журналистикой, с тележурналистикой, с интернет-журналистикой, с продвижением нестандартных, интересных, новых, принципиально новых, по-моему, для России проектов. В общем, я думаю, он сам многое сейчас расскажет. Антон Олегович Райхштадт, под ваши бурные аплодисменты, я его приглашаю сюда. Я передаю слово Антону Олеговичу и думаю, что я всегда призываю в начале каждого мастер-класса пользуйтесь случаем. Он вообще страшно занят. Я вот слежу только по каким-то социальным пространствам. Это то Аргентина, то Антарктида, то где-то… Это рядом. Ну это рядом все, да, но почти невозможно достать вот живьем, да, почти невозможно спросить, когда очень хочется посоветоваться, посоветоваться или даже поругаться. Вообще нет его, понимаете, он все время в этом мире находится, в этом большом, прекрасном мире и все время он очень активен. Поэтому пользуйтесь возможностью, задавайте вопросы, если они у вас будут возникать. Вам слово. Но тем не менее я практически все время нахожусь онлайн, и однажды была самая реальная такая история, мы смогли выйти в интернет даже из Антарктиды. Но это такое предисловие. Я пару дней назад, находясь тоже онлайн, увидел, что в Инстаграме меня отметили, высшая школа коммуникаций отметила меня, что здесь будет некая встреча со мной. И я с ужасом увидел эти слова, которые каждый раз, когда я вижу, меня немножко передергивает. Мастер-класс. Почему передергивает? Потому что мастер-класс предполагает, что я должен чему-то вас научить. А журналистике невозможно научить, ей можно только научиться. Чувствуете разницу? Она очень важная и принципиальная, на мой взгляд. Поэтому я бы, наверное, все-таки немножко развернул это в другую сторону, в сторону беседы, вопросов, ответов, каких-то действительно коммуникаций, пусть и не очень массовых. Потому что, во-первых, мне сказали здесь две разные группы, и наверняка у разных групп есть разные интересы. А во-вторых, я бы хотел не просто рассказывать о себе, вот Леонид Григорьевич уже все практически рассказал, и даже немножко приукрасил, но с приятной стороны. А все-таки быть вам полезен чем-то. Если я смогу таковым быть, мне будет очень приятно, я буду очень рад. Поэтому я вначале чуть-чуть расскажу о себе, как мне удалось и довелось стать журналистом, хотя я никогда, в общем-то, не планировал, и это некое такое проведение судьбы, может быть, или еще что-то. Все началось в 2003 году, я тогда закончил факультет журналистики, социологии, психологии, но кафедру социологии, писал диссертацию, у меня было свободное время, и я увидел бегущую строку на телеканале «Эфир» о том, что там проводится кастинг. Не знаю, что меня потянуло туда, как-то, видимо, много было слишком свободного времени, я туда пришел, и кастинг был в программу «Утро», ведущем развлекательные утренние передачи. В общем, для человека, который не очень любит рано утром просыпаться, это, конечно, такая не самая лучшая работа, но получилось так, что я сначала прошел первый тур, совершенно не понимая, по каким основаниям меня отобрали, потому что, в общем, я ничего экстраординарного не сделал абсолютно. И, мне кажется, даже просто по-крупному облажался, ну, так же, как и облажались там остальные 150 человек, которые пришли туда. Меня отобрали в следующий тур, и потом сказали, не, чувак, ты слишком серьезный, давай в программу «Город». Так я стал на путь тележурналистики. Я очень благодарен, что так получилось, что я не остался в программе «Утро», потому что это совсем не мое. Стал работать в телевизионных новостях, которые, на мой взгляд, стали, ну, всегда были и остаются таким локомотивом телеканала. Это интересно, это динамично. Больше всего я любил какие-то всякие прямые эфиры и материалы, которые связаны с гражданской активностью, с какими-то социальными проблемами, ну, или какие-то такие приключенческие вещи. Вот. Там я проработал около 10 лет. Сами понимаете, работать 10 лет на телевидении на одной должности невозможно, потому что, если тебе это интересно, ты начинаешь осваивать все смежные профессии. И если ты хочешь быть журналистом на телеке, ты должен уметь снимать, ты должен уметь монтировать, ты должен, ну, и так далее, и так далее. В общем, получилось так, что я освоил все телевизионные профессии, начиная от водителя, заканчивая продюсером и ведущим. В какой-то момент поступило предложение уйти из журналистики и заняться такой более культурной деятельностью. Ну, не в смысле, что журналистика не культурная, а это культурная, а в смысле, что в сфере культуры. Меня пригласила Зиля Ракимьяна, директор музея-заповедника «Казанский Кремль», проработать в музее. И мне это показалось очень интересным. Несколько лет я работал там. Потом я осознал, что это очень интересная работа, очень ответственная, очень, наверное, такая даже почетная, престижная. Но я не чувствую себя счастливым. Как вот не странно, я понимаю, что со стороны слушать вот эти мои речи, это, конечно, глупость какая-то. На самом деле я просто абсолютно искренне рассказываю о своих ощущениях. И решил уйти, при том решил уйти абсолютно в никуда. Я не знал, куда именно я пойду, чем я буду заниматься, буду ли я работать, опять-таки, в этой сфере, в сфере культуры. Буду ли я заниматься какими-то проектами, связанными с медиа. В принципе, даже работая в музее, я все равно не терял связи с медиа, потому что есть еще общественная работа, которая связана с русским географическим обществом. Я член РГО и экспедициями. Есть некие интересы в области фотографии. Но так получилось, что я просто уволился из Кремля и уехал на Баренцево море в экспедицию. Там мы с нашими дайверами установили очередной мировой рекорд. Ребята погрузились на глубину 112 метров. До этого никто ничего подобного не делал. Вернулся и начал думать, чем мне заниматься. Так получилось, что опять вернулся в журналистику, потому что появился проект онлайн-медиа, который уже имел название «Казанский репортер». Он имел название, но ничего кроме названия не было. Не было ни людей, ни, в общем-то, самого медиа. Это просто была лицензия регистрации СМИ с таким названием. Мне это показалось очень интересным. И я пытался этим заняться, чем занимаюсь до сих пор. Кроме этого, есть еще всевозможные медийные вещи, связанные с медиаобеспечением экспедиции. Это очень интересно. Но тут, наверное, я бы какой-то рассказ о себе закончил и передал бы слово вам, чтобы вы сами интересовались чем-то, чем я могу быть вам полезен. Потому что, ну, может быть, вам, не знаю, про пингвинов больше интереснее. А может быть, вам интереснее, как делать независимое честное медиа в условиях всеобщего давления. И, казалось бы, когда медиа уже совершенно невозможно делать, как вот малыми совершенно возможностями пытаться добиваться что-то, входить в топ самых цитируемых СМИ, самых просматриваемых, читаемых СМИ. Может быть, и это больше интересно. Может быть, вам интересно, как фотографировать на полюсе холода в минус 65. Это же не просто вот берешь камеру и снимаешь. Там есть нюансы. Поэтому. Так, ребята, у кого вопросы есть? Ну, мне кажется, вы сейчас, на самом деле, перечислили как раз такие вкусные направления. Может далеко уходить. Есть вопросы конкретные? Тогда, может, вот как раз таки, как вы перечислили, про пингвинов. Про пингвинов. Как делать независимое. Ну, мы все понимаем, что условно независимое. Да почему условно независимое? Вот давайте разберем просто медиарынок наш, да? Есть. Пингвины. А они друг без друга невозможны. Потому что без пингвинов невозможно делать независимые медиа. В любом случае, ты в какой-то степени оказываешься пингвином. Я объясню, почему. Потому что пингвины, несмотря на всю свою неуклюжесть и какую-то такую некую странноватость во внешнем облике, абсолютно удивительные существа, которые разработали такие механизмы приспособления к, казалось бы, невероятным, невозможным для жизни условиям, что ты смотришь на них и понимаешь, вот надо так. Только в медиа сфере. Итак, ситуация у нас. У нас есть государственные СМИ. Мы все про них прекрасно понимаем. Они молодцы. У них большой ресурс. Они делают определенные продукты. И, наверное, было бы достаточно странно предъявлять какие-то, ну, такие, а что это вы вот там про протестные митинги не рассказали? Ну, потому что мы знаем наши реалии. Это государственные СМИ. Есть СМИ, которые как бы негосударственные, но за ними стоит крупный капитал. И они тоже молодцы. Они делают интересный продукт. И это тоже, в принципе, нормально. Есть СМИ, которые официально признаны иностранными агентами. И они тоже молодцы. Я тоже очень их люблю. Они, на мой взгляд, делают классный продукт, но несколько тенденциозный. В Казанском репортером владею я и мой компаньон. И у нас нет абсолютно ни перед кем никаких обязательств. Поэтому мы реально, может быть, я не знаю, единственные или не единственные. Может быть, еще есть какие-то такие независимые медиа. Но вот в этой сфере мы совершенно ни от кого не зависим. Пока, по крайней мере. Можно ли нас уничтожить легко? Я думаю, да. Да, если будет какая-то некая политическая воля взять и закрыть проект. Ну, мы видели примеры в истории наших медиа, когда это можно сделать. Но пока вот мы находимся вот на таком положении. И мне оно очень приятно и интересно. Потому что у меня нет людей, которые мне скажут, я обязан им подчиниться, что так сделать нельзя, например. Если это в рамках закона. Иногда доходит до смешного. Ну, понятно, что там звонят, что-то просят. Там вот это ну зачем, вот это вот надо снять и так далее. Ну, всегда один ответ. И если новость, которая уже была опубликована, исчезает, это вызывает гораздо больше внимания, больше раздражения и больше привлечет внимание к этой новости, чем она есть. Я готов абсолютно любой комментарий, если он в рамках закона опубликовать. Нравится он мне, не нравится, смешон он мне или не смешон. Мы же часто понимаем, что мы обращаемся с запросом в какие-то там властные структуры или к каким-то группам интересов. Люди комментируют, и ты понимаешь, ну, ребята, ну это смешно. Но, ну ладно, зритель сам решит или читатель сам решит, смешно это или не смешно. Потому что, ну, ну, есть факты, и не нужно думать, что читатель глупее тебя. Позиция очень простая. Предельная возможная свобода в рамках закона. Сейчас закон не всегда нам позволяет быть предельно свободными, но это уже некие объективные реалии, в которых мы существуем. И возможность высказаться любому человеку, возможность дать свою позицию. Вот есть позиция одна, другая. В общем, абсолютная классика журналистики. Ничего нового мы здесь, мне кажется, не придумали. Поэтому мне, конечно, очень приятно, что Леон Григорьевич сказал, что мы делаем какие-то новые медиа. Но мне кажется, мы возвращаем как раз к некой классической схеме репортерства, когда важно не только, что произошло, но и то, как это произошло. На мой взгляд, это ключевой момент. Мы, ну, возьмем, например, выборы. Мы прекрасно знаем уже сейчас все здесь сидевшие, сидящие, что мы исход выборов представляем практически любого уровня. Но то, как это происходит, это представляет интерес. То, как открываются избирательные участки, то, как происходит голосование, то, как это вот устроено, то самое за кулисей, это всегда интересно. Ну, а меня немножко так клинит в сторону политики. Этой сферой все не ограничивается. И про пингвинов, да? Я хотела уточнить все-таки, вот когда я говорю, что независимо, понятно, что в данной истории вы немножко другой контекст взяли. А особенно не такие государственные СМИ живут, естественно, на спонсорские, на рекламные деньги. Испытывали ли, приходилось ли? Я уверена, что да. И как вы из этих ситуаций выходили, когда конфликт интересов возникает между... Взять побольше денег и искать правду. Да, и не публиковать статью или смягчить ее. Не было такого явного конфликта. Одна из последних ситуаций, мы опубликовали одно видео давным-давно уже, когда один человек себя непотребно вел, и он попросил... Ну, сначала мы это опубликовали, это был широкий резонанс. Потом он попросил удалить. Мы сказали, что мы не удаляем. Он обратился в YouTube. YouTube удалил уже совершенно по непонятным причинам. Я залил заново, в общем-то, ничего нового не произошло. Все осталось так же. И вот спустя несколько лет опять появляется он, опять просит встречи. Тогда я с ним встречался и говорил, что мы не удаляем. Потому что удаленное, я уже сказал, что это такое. Это привлекает больше внимания. В общем, предлагал деньги, помощь и так далее, и так далее. Но я всегда привожу очень простой пример. Вот представь себе, надутый шарик, он не может быть чуть-чуть лопнутым. Вот ты чуть-чуть его в одном месте дырявишь, и он уже не шарик. А просто кусок разорванной, разлетевшейся в разные стороны непотребной резины. С медиа все то же самое. Вот чуть-чуть вот где-то, и уже все. Поэтому, ну, внутренне, конечно, жалко, что деньги уплывают мимо. Но с другой стороны ты понимаешь, что это, наверное, не тот путь, который. Иногда можно найти какой-то компромисс, когда он находится в рамках некой внутренней моей этики и не противоречит каким-то базовым вещам. Ну, опять-таки, можем мы дать его позицию? Да, можем, конечно. А как вы относитесь к тому, что я не называю намеренно, никакие сейчас названия СМИ не привожу? Ну, а это происходит и у нас в стране в масштабах, и у нас в республике. И за рубежом это частенько практика, когда собирается некий компромат, и элементарно его продают журналисты, чтобы не публиковать за определенную сумму. Это часто используется. Еще раз подчеркну, и у нас в республике. Ну, это понятно, да. И, в общем-то, это такое некорректное ведение боевых действий. Ну, мы все работаем в неком медиаполе, есть представление о приличности и неприличности. Вот если бы я занимался такими вещами, я бы, наверное, сюда не пришел. Ну, потому что я понимал, что мне могут задать такие вопросы, а мне было бы стыдно на них врать. Вот и все. Конечно, я считаю это совершенно недопустимым, и я тоже знаю о таких примерах с названиями СМИ, с названиями редакции, когда просто-напросто практикуется некий информационный рэкет. Наверное, не наш путь. Если у тебя есть эта информация, ты либо публикуй ее, либо не публикуй. А вот вымогать деньги, это, по-моему, уже что-то такое за гранью представления о корректности. Спасибо. Вопросы. Так, секунду. Да, пожалуйста. Есть кто-нибудь еще по вопросу? Чтобы два раза не вставать. Чтоб два раза не бегать. Здравствуйте. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение, как журналиста и как гражданин РФ о новом законе, вот, но обведенном, о неуважении к власти. Что вы по этому поводу думаете, и как это можете прокомментировать? Я это уже комментировал в газете «Реальное время», и, знаете, такой феномен, все до нас уже придумано. Вот у тебя возникает какая-то мысль, ты думаешь, о, какая классная мысль. Сейчас я вот ее напишу в Твиттере, и будет, ну, некий отклик. А ты ее публикуешь и смотришь, а оказывается, до тебя уже за несколько дней ее тоже опубликовали. Мысль простая. В наших реалиях это не может работать по одной причине, что если ты говоришь плохое про власть, ты попадаешь под действие этого закона. Если ты говоришь хорошая про власть, ты попадаешь под действие закона о фейковых новостях. Ну, потому что часто говорить хорошая про власть – это просто фейк. Шутка, но такая не очень смешная и, скорее, грустная. Конечно же, я считаю, что закон абсолютно избыточный. Считаю, что он написан исключительно для конкретного права применения, для того, чтобы закрыть возможность высказываться неким политическим оппонентом. И именно так это и будет работать. То, что его приняли – очередная грусть, которую депутаты Государственной Думы предпоследнего созыва издают в массы. А вот его принятие не противоречит Конституции? Ну, конечно, противоречит, но у нас многое, что противоречит, по моему мнению. Конечно же, это противоречит некой свободе слова. Конечно же, любой мерзости можно найти оправдание, и юридическое оправдание найти ей еще проще. Мое мнение таково, что этот закон вреден, бессмысленен и бесполезен. Спасибо большое. Здрасте. Добрый день. Если вот у нас речь опять зашла про политику, мне просто интересно ваше мнение, сколько осталось жить этому режиму. Я не политолог. Ну, вот просто, то есть, связывая вопрос вот с моим вопросом, наша власть медленными шагами идет к тому, что гайки будут дальше закручиваться. Когда-то они сорвутся. Возможно. Возможно. Ну, серьезно, я бы вот не при всем желании, прогнозы вообще совершенно неблагодарная вещь. Я понимаю вопрос, и мне кажется, в вопросе заключен уже ответ. Нет. Но я не знаю, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Потому что, казалось бы, что вот там, ну, уже больше невозможно, и вроде какое-то недовольство должно быть. Но, с другой стороны, практика, это уже опять-таки из-за области политологии, а не журналистики, показывает, что чем в более угнетенном положении находятся некие гражданские свободы, тем управлять проще. Вот такая простая, циничная и неприятная для многих из нас реальность. Вот это ваша реальность, ну, как вы сказали, я понимаю, о чем вы говорите. Она применима для всего человечества или для отдельно взятого народа, то есть нашего? Я думаю, что она применима вообще, по крайней мере, история показывает, что такого рода режимы, они существовали и были достаточно стабильными в разных культурах. Но насколько у нас этот режим будет до сих пор стабилен, не мне судить, потому что я все-таки журналист, я больше люблю смотреть, описывать, оценивать. Несмотря на мои внутренние какие-то убеждения, я бы, наверное, не хотел. Тут же еще, понимаете, вопрос некой корректности и беспристрастности. Многие вещи, которые сейчас происходят, мне лично не нравятся. Но я стараюсь свою личную позицию, по крайней мере, вот в каких-то новостных материалах, если это не авторские материалы, не публиковать. Я готов давать разные факты для того, чтобы человек сам мог сделать некий вывод. Часто у меня, как у автора, невозможно делать абсолютно объективный материал. Всегда личность автора будет проглядываться, и это нормально. Иначе у нас была бы некая такая вот эпоха пост- или пресс-релизов, пост-пресс-релизов, где вот то, то произошло вот так, так и так. Есть разные жанры. В некоторых жанрах это более позволительно, в некоторых менее позволительно. Ну, например, вот возьмем комментарии. Я знаю, что есть медиа, которые вообще не используют комментарии. Есть медиа, которые их очень жестко модерируют. Есть... у нас эта проблема решена таким образом. В «Казанском репортере» комментарии модерируются, но по одной простой причине. Потому что если в комментариях будет мат, а он достаточно часто проходит, то СМИ оштрафуют, ну и там еще куча всякого неадеквата бывает. Если комментарий соответствует нормам закона, даже не всегда морали, потому что мораль очень такая вот субстанция, на которую можно посмотреть с разных сторон, я его публикую. Ну и наши сотрудники его публикуют. Часто там вещи, которые просто за гранью, и поэтому модерация необходима. Ну, тот же самый пример с матом. Со многими я абсолютно не согласен. Вот абсолютно. И как бы мне не хотелось что-то там... Зачем вот это вот нужно? Но я все равно публикую, потому что это некое мнение людей. Так, вопросы в зале. Есть еще? По поводу все-таки работы репортера. Вы все равно как бы не отказались от телевизионной вот этой составляющей, она присутствует в вашей жизни. Это ГТРК. На ГТРК выходит. Вот этот проект, он востребован. Он идет... Мне интересно, просто есть ли у него зритель, или не скучно ли зрителю смотреть о музейных вещах? Потому что про пингвинов-то интересней. Дело в том, что в музее есть столько вещей, мы многие даже не подозреваем, что они настолько интересные. Там настолько удивительные истории. Ну, по крайней мере, вот история, которая меня недавно поразила из этой области. Отвечая на ваш вопрос. В Болгаре нашли, вот прямо в самом центре Болгара, нашли усопшего, который находился, похоронен был в совершенно неожиданной позе. Он... Все лежали, а он сидел. И кроме того, что он сидел, у него еще вот здесь вот он в руках держал массивный крест. Ну, сами понимаете, что захоронение 14 века, в общем-то, для Болгара с Христом не очень характерно. Потому что в то время был уже распространен там ислам. Начали искать, начали изучать, выяснилось. И ученые смогли не только установить личность этого человека, похороненного там. Это оказался один из святых. Признанных, канонизированных православной церковью. Но еще и восстановить его внешность. Вот. Ну, совершенно потрясающая история. Действительно, можно посмотреть это и на ГТРК, и на Казанском репортере. Потому что проект сейчас выходит на разных площадках, которые вот, ну, вот как будто бы так не бывает. И поэтому хоть с Дэн Браун бери и снимай или пиши новый роман. Задача сделать как раз так, чтобы это было не скучно. Перед вами сидят сейчас будущие телевизионщики, печатники тоже есть, медиакоммуникации, представители. Вы, давайте сейчас вот именно с точки зрения работодателя. Что вас не устраивает в молодых специалистах, которые к вам приходят? Потому что я лично часто слышу какие-то претензии. А давайте мы их обсудим с ребятами. С удовольствием. Я сегодня залез в Facebook и нашел сообщение, которое там через год или через несколько лет выдает. Которое я писал 26 марта 2018 года. Ко мне на собеседование пришла девушка из Российского Исламского университета. Я с ней начал беседовать и задал ей несколько вопросов. Она не смогла ответить. Ну, я думаю, ну, надо уж хотя бы какие-то совсем простые вопросы задать. Она собиралась писать на тему религии и так далее. Я говорю, ну, а хорошо, в каком году был принят ислам в Болгаре? Она не ответила. Я удивился. Я говорю, ну, ладно, хорошо, сколько минаретов у мечети Кул-Шариф? Как думаете, она ответила, нет? Пустовица исламского, подчеркнем. Пустовица российского Исламского университета. Меня это просто удивило, потому что, ну, в общем-то, не обязательно быть специалистом в исламе. Чтобы просто проехать мимо Кремля и образ Кул-Шарифа у тебя был, по крайней мере, в голове. Ну и плюс, мне кажется, такие вещи, как день принятия ислама в Орской Булгарии, он достаточно известен вообще просто любому жителю Казани и республики. Вот это, наверное, больше всего, некое отсутствие некого бэкграунда. Но, конечно же, когда речь идет о журналистах, многие пытаются писать, используя прилагательные, и думают, что это хорошо. На самом деле, прилагательные, как правило, убивают текст и делают его неинтересным. У нас в редакции есть такая простая процедура, называется Чехов-тест. Когда человек приносит какой-то текст, я понимаю, что это абсолютная глупость, и такое публиковать нельзя. Я им говорю, представь себе, Чехов мог такое написать или не мог? Вот если не мог, значит, твой текст дурацкий. Если мог, ну, со всеми натяжками, значит, он хороший. Вот так и нужно писать, к этому нужно стремиться. Я прекрасно понимаю, как это работает, потому что я сам через это проходил, потому что я, в отличие от вас, не имею базового академического журналистского образования, и даже ни одного курса не проучился там. Но я пришел на телевидение и пытался писать какие-то несуразные тексты. Сначала я думал, как же вот на минуту 30 сделать текст? Вот как же это сделать? Нужно же что-то побольше писать. И когда мало, плохо отработал на съемочной площадке, кажется, что нужно как-то текстовый раздуть. И ты его искусственно раздуваешь, думая, что ты немножко умнее зрителя. На самом деле ничего подобного. Ни один журналист не умнее ни одного зрителя. Ну, такой абстрактный статистический журналист, статистический зритель. Фальшь распознается практически всегда. А потом, когда ты уже понимаешь, что ты, дурак, не отработал на съемочной площадке, не узнал то, 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 не задал вот эти, эти, эти вопросы. Потом ты начинаешь так отрабатывать на съемочной площадке, что набираешь кучу информации и говоришь продюсеру, ну, у меня это минут 30 никак, ну, хотя бы 2.40. Ну, тебе говорят, какой бы 2.40? Ну, минута 40 максимум вот твой потолок, потому что вот нельзя впихнуть невпихуемое. Классический телевизионный тезис. И ты думаешь, ну, как вот это вот жалко выбросить, это жалко выбросить. И ты пытаешься уже бороться со своим текстом и пытаешься его резать. Это всегда по-живому. Профессионализм как раз заключается в том, чтобы сделать то, что тебе нужно. В этом смысле телек, он, как не кажется парадоксально, очень консервативная медиа. Я всегда работал на телевидении вот 10 с лишним лет постоянно и потом еще сколько, лет 5-6 вот так эпизодически. Я всегда думал, что это такое суперпередовое, особенно новости. Это вот классические представления о репортерстве. Это вот материалы с колес. Я очень любил выходить в прямой эфир. Но, знаете, так получилось, что на телекомпании, в которой я работал, стояла ПТС, передвижная телевизионная станция. Такая газель, на самом деле, в форме газель, на самом деле это был Мерседес синего цвета. И вот за все время, что я работал там 10 лет, эта газель использовалась два раза для прямых включений. И оба раза прямое включение с нее делал я. То есть она практически не использовалась, что мне кажется странным. Но объяснение очень простое для того, чтобы сделать прямое включение. И, кстати, это были абсолютно дурацкие какие-то события, типа какой-то праздник там на площади Тысячелетия и еще какие-то свистопляски. То есть ничего серьезного, нормального, журналистского такого вот, про которое мы видим в фильмах, не было. Была ерунда. Про одно включение мне вообще особо хочется рассказать, потому что, ну это очень забавная история, а я люблю забавные истории жизни. Я попросил оператора, говорю, вот сейчас будет главный режиссер праздника вместе со мной стоять, вот он здесь стоит. Ты сначала вот меня берешь средним планом, потом, когда я передаю ему слово, делаешь панораму на него, он говорит потом обратно на меня. Понял, понял, все хорошо. Отпрямился, но я же не видел, как это все было в реальности. Приезжаю в редакцию, все ржут. Я говорю, что, неужели я облажался? Нет, мы не знаем, что ты там говорил, потому что это все смотрели на картинку и ржали, потому что оператор взял не просто общий, он такой очень общий план взял. И в кадре был чувак, который что-то говорит, и рядом был мужик с повязанным свитером, который всю дорогу ковырялся в носу. Вот. Ну, в общем, дурацкая история получилась, но смешная. Так вот, для того, чтобы сделать прямое включение, нужен водитель, нужны режиссеры монтажа, нужен оператор, корреспондент, нужны, ну еще всякие технические работники. Сейчас для того, чтобы мне сделать прямое включение, мне нужна вот эта вот маленькая черная коробочка. Притом, я просто покажу, мне этот лайфхак впечатлил. Один мой товарищ, который работает на Эхо Москвы в Петербурге, он делал прямое включение, когда у них упал самолет в Пулково, выходил в прямой эфир Sky News. Я говорю, ну слушай, ну неудобно же вот так вот держать, вот со штативом что ли ходишь? Он говорит, не, зачем? Вот, просто берешь так, к стене прислоняешь, и вот так вот держишь, и все. И само держится. И у тебя никакой тряски нет в кадре. Ничего, ты в прямом эфире? Это так элементарно, так просто, но так здорово. Сейчас я вижу, встречаясь со своими коллегами на телевидении, на каких-нибудь событиях, я понимаю, что они сейчас снимут, они сейчас сядут в машину, они приедут, они скинут видео, они просмотрят его, они напишут текст, они смонтируются, потом у них все же возьмут с ними с эфира. Вот, у меня сейчас я с ними здесь сижу, я сделал, там, я не знаю, какие-то записи, сделал фото, отправил в новость, и это уже там. И это уже вот, что называется, интернет все помнит. И вот этот разрыв между маленькими медиа, которые делаются такими легкими силами, условно говоря, но которые выигрывают в оперативности, выигрывают в контенте, и большими медиа, которые становятся все более и более консервативными, потому что телеканалами руководят люди, которые родились и живут еще совершенно в другой реальности, в той реальности, которую им формулировали фразой, что если события не показывали по телевизору, его не было, но мы все прекрасно понимаем, что этот тезис очень сильно устарел, и они действительно относятся к тому, что типа, нет, мы этот митинг показывать не будем, потому что нельзя. Ну, а что поменялось от того, что вы его не показали, кроме того, что над вами стали иронизировать, что вы не обращаете внимания на серьезные проблемы, или там, вот это надо подать вот так, вот история, например, с аварийщиками в Юльнодольске, ну, в общем-то, кого они убедили, самих себя, нет, они прекрасно знают, они были там, они видели, что, в общем-то, это не так, аварийщиков нет, естественно, люди тем более знают, как ситуация обстоит, каких-то зрителей, ну, если им даже и есть дело до этих аварийщиков, я не думаю, что очень многие люди поверили в эту историю, в общем, ничего, кроме репутационных потерь, вот он, этот разрыв очень, очень велик сейчас, и онлайн-медиа очень сильно выигрывают за счет не только оперативности, но и возможности работы с разным контентом, мы можем работать с текстом, мы можем работать с видео, мы можем работать с аудио, мы можем использовать всевозможные виджеты, инфографику, какие-то карты, и так далее, и так далее, единственное, мы не используем будильники, чтобы будить людей, которые засыпают на лекциях. А вот это вот тот самый классический прием, который мы тоже используем, чтобы проверить, кто слушает. Скажите, а как вы относитесь, вот такое явление, как телеграм-каналы, сейчас очень часто используют, тоже исследуются нашими студентами в курсовых, дипломных работах, потому что довольно любопытная сейчас платформа. Я так понимаю, что ответ будет утвердительным, вы также присматриваетесь, используете его в своей работе, но может быть, есть какое-то предупреждение, потому что мы всегда говорим по поводу перепроверки данных, и вообще, как вы к ним все-таки относитесь? Я отношусь с интересом, с любопытством, и с неким сожалению, что вот тот глоток свежего воздуха, который сейчас, который возник с возникновением телеграм-каналов, и казалось бы, вот они новые медиа, свободные медиа, где можно говорить правду, он быстро был перекрыт, и все условно анонимные телеграм-каналы скупили провластные медиа и начали гнать через них всякую пургу, по крайней мере, в Татарстане. Ну, совсем уже очевидно, когда там один канал, другой канал, третий отрабатывает повестку. И в этом смысле интересно вывести ваш вопрос вообще на тему информационной гигиены. Телеграм-канал, это же, ну, вот такая условная одна ниша. Она очень интересна. А своей свободой и независимостью, казалось бы, ну, в общем, анонимностью даже, более правильно будет сказать так. Там много всего, можно ли доверять или нельзя, это, знаете, как вот в Даркнете. Могут обмануть, а могут и не обмануть. Но тут нужно иметь некие базовые такие маячки, которые позволяют тебе ориентироваться в медиапространстве. Вот этому медиа можно верить, а этому нет. Для себя лично я решил. Потому что это медиа было замечено в некорректной подаче данных, которым нельзя. Это медиа использует какую-то там человеконенавистническую риторику. Это медиа передергивает факты. Это медиа занимается кликбейтом и так далее, и так далее. В этом смысле вообще очень интересно, что происходит в медиа, и телеграм-канал — это вот только такое одно, одно из таких небольших его проявлений. У меня нет плохого отношения к телеграм-каналам, я не считаю, что то, что там происходит, это плохо. По крайней мере, те телеграм-каналы, которые мне неинтересны и перестали быть интересными, я перестал читать. Даже если я до сих пор на них подписан, я просто понимаю, вижу, что там, телеграм-канал «Еду в Татарстан», например. Я знаю, кто его ведет, знаю, как это делается, или там «Бабай позвонит», но это просто вот такое некое мочилово гражданских активистов. Но когда они пишут об этом, я понимаю, что ну это ладно, ребят, давайте, с вами все понятно. Когда они пишут про какие-то забавные новости, я не знаю, там, а в Казани кошка выкормила корову, или какие-то делают забавные коллажи, да, действительно, можно посмеяться, там, поржать, и этот контент вполне допустим. В общем, для того, чтобы этим пользоваться, нужно пройти курс информационной гигиены и понимать, это да, это нет, а это нужно проверить. Вот и все. Не надо, разбудем же, сейчас разбудем. Разбудем. Нет, все нормально, так задумано. Так, у кандидинов я все что же. Вопросы есть, все есть, надевайте руки. Ага, секундочку. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы сказали, что вы свободны в том, чтобы опубликовать новости. А вот у вас было так, что вы опубликовали фейковую новость, потом узнали, что это ложь. Вот что вы делали, удаляли ее или оставляли? Конечно, было. Я думаю, у всех людей, кто в онлайне работает, это было, потому что ритм такой, что иногда это прям совсем фейк, иногда это изменившаяся ситуация. Ну вот последний пример. Сегодня утром я провел информацию по поводу того, что печальная новость. девочка, которая выпрыгнула с девятого этажа, она сначала была доставлена в больницу живой и была новая заголовка о том, что она выжила. А в итоге, в общем, она умерла в больнице и не совсем выжила. Да, я добавляю апдейт и пояснение, что вот потом прошла такая-то информация. И мне кажется, это вполне корректно. А если речь это совсем о фейке, то опять-таки, вот какой фейк? Как правило, фейковая новость может оказаться в онлайн-издании тогда, когда она приобрела определенный резонанс. То есть на нее обратили внимание уже многие-многие. И это уже само по себе само событие. И можно сделать так, что вот новость, которая была распространена в тех-тех иных сообществах, оказалась фейковая. То есть дополнение какое-то можно добавить. Ну, в общем, тут каких-то готовых рецептов, наверное, нет. Но стараемся на эти удочки не попадаться и все-таки проверять информацию или ее дополнять. А еще бывает очень интересная история. Мы, например, знаем, как реально обстоят дела, а кто-то из властных структур дает нам комментарий и говорит, что это не так. И этот комментарий дает возможность нам рассказать некую реальную версию того, как обстоят дела. Например, помните историю со стрелком на университетской. Помним. По данным наших источников, сейчас я не говорю, что обстоят дела именно так, это просто пример, который отвлеченный. По данным наших источников, стрелка, которого застрелил двух людей, один погиб, другой выжил и спокойно ушел, все-таки нашли. его держат по программе о защите свидетелей, потому что он является членом ОПГ Тукаевский и может быть полезен следствию для того, чтобы сдать остальных членов ОПГ. То есть, вот на его маленький грешок, условно говоря, маленький в кавычках, можно закрыть глаза для того, чтобы он мог потом быть полезен следствию. Такая вот схема. мы задаем вопрос министру внутренних дел, он говорит, нет, ловим. Прекрасно. Мы даем официальную позицию и даем версию наших источников. То, что министр внутренних дел опроверг информацию. Человек, умеющий читать, он увидит две версии. Человек, просто потребляющий медиа, ну вот так вот, опроверг, опроверг, и ладно. В принципе, тут есть две позиции. Вот такая история может быть, тоже быть. Я сейчас с вами предельно откровенен. Через неделю 1 апреля мы с ребятами часто говорим о том, что шутит журналисты, на самом деле, могут только раз в год намеренно обманывать, да? Раз в год на 1 апреля. Вы как-то сами своих читателей разыгрываете, или может быть, в вашей практике богаты были истории, когда вы разыгрывали зрителей и читателей? А вот смотрите, опять-таки, к вопросу о фейковых новостях. Когда я увидел впервые этот закон, я очень сильно стал переживать за одно из моих любимых изданий и информагентства «Панорама». Это, кто не знает, в Твиттере есть такое издание, но оно не только в Твиттере, у них еще есть сайт, который придумывает очень забавные фейковые новости, публикует их и вот просто специализируется. Можно ли назвать их журналистами? В какой-то степени можно их точно назвать исследователями медиа, потому что очень интересно, как эти фейковые новости потом расходятся и, например, используются в качестве пропаганды, используются в качестве некой политической аргументации, используются некими лидерами мнений, хотя, в общем-то, ну, все знают, что это такое, некая фейковая медиа. И, на мой взгляд, это одно из самых интересных явлений в российских медиа. Поэтому, вот есть и такие, журналисты, которые каждый день обманывают, но при этом, или шутят, при этом считаются молодцами, с моей точки зрения. Наверное, мой любимый и мой самый удачный розыгрыш на 1 апреля был связан с телевидением. Я работал в программе «Город» на телеканале «Эфир» и думал, что бы такое придумать хорошее. И, в общем, решил, что сейчас это вообще кажется не смешным. Сейчас это абсолютная реальность. Сейчас вот то, что я говорю, вы посмотрите, ну и что такого, мы же как бы в этой реальности живем. Тогда это было совершенно невероятно и смешно. Однажды я разыграл весь город. Я подумал, что 1 апреля это как раз примерно спустя неделю после перевода часов. Перевод часов, помните, раньше мы переводили стрелки часов на час вперед и спали на час меньше после зимы. И, в общем-то, всех это напрягало, все ходили неделю вот такие сонные. Я подумал, что, ну, почему бы не сделать так, что запустить фейковую новость, что Казань не переводит часы и можно спать сегодня на час дольше. И это вот все вот только в рамках Казани, а за пределами Казани, чтобы уж совсем стало понятно людям, что я шучу, вся страна будет жить по своему времени. Да, это просто какой-то видеооткрытка. Я хотел еще взять комментарии у пресс-службы мэрии, но они что-то как-то слились. В общем, дали, запустили. Утром я просыпаюсь, 2 апреля думаю, нет, что-то какая-то так себе шутка получилась. Надо было хотя бы инфографии. было что-то в общем усилить как-то, Прихожу в редакцию, первое, что я вижу, это вот совершенно с такими глазами ребята из программы Перехват, которые всю ночь дежурили и в том числе сидели на телефоне. Они говорят, какая скотина придумала, что в общем часы не переводят. И я говорю, я звонили там люди самых разных категорий, звонили руководители предприятий, звонили бизнесмены, которые утверждали, что у них сорвался какой-то контракт. Звонил начальник по-моему какого-то военного училища, который сказал, что за всю жизнь он проспал только два раза. И это был именно второй. А первый был, наверное, там ввиду каких-то совершенно непреодолимых ситуаций. Ну в общем, было весело, да, разыграл весь город. Есть что вспомнить, ничуть не стыдно, горжусь. Извинялись? Опровержение давали? Нет, конечно, не давали. Люди говорили, что мы на вас суд подадим, мы опоздали на деловые встречи. Сорвался контракт на миллион долларов. Я не придумываю это реально. Ну это понятно, что человек, который говорит, что у него сорвался контракт на миллион долларов из-за того, что он посмотрел программу «Город» и не удосужился посмотреть ее до конца, потому что в конце ведущая сказала, что сегодня 1 апреля и, знаете, ребята, может быть, некоторые новости, которые похожи на правду, на самом деле могут быть не очень правдой. В общем, мы все подкраховались. Сейчас бы я сделал, наверное, пожестче. Это просто сила, на самом деле, СМИ была такова, да, что люди безоговорочно поверили. Ну, самый классический розыгрыш в Казани, Дмитрий Валерьевич, наверное, помнит, это вечерняя Казань, которая говорила, что ленинскую дамбу разведут, мост на ленинской дамбе разведут на время и толпами люди приходили, смотрели, ну, как развод мостов в Казани, это интересно. Еще мы пираньи туда запускали в Казанку несколько лет назад. Крокодилов, я помню, Крокодилов, Игорь Шевелев, кто ваш, то гораздо. Делал большой, прям специальный репортаж, что в Волжсокамском заповеднике запустят крокодилов. Спасибо. Сейчас я хотела бы уточнить, все-таки, вот раз, опять же, вот красные линии через нашу встречу сегодня идут пингвины. Антон Олегович, все-таки расскажите нам об особенностях работы вашей вот в этих вот непростых, суровых условиях. Я так понимаю, это, видимо, духовный туризм все-таки, и благодаря профессии вы туда в том числе еще попали, вот именно очутились в этом статусе фотографа, не просто участника, наблюдателя. Ну, не только фотографы, но и журналисты, но вообще в экспедициях не бывает, как правило, только одной специальности, потому что, ну, ты, вообще, свободные руки, они всегда нужны, когда экспедиция очень малым составом. В Антарктиду мы шли через пролив Дрейка на 16-метровой яхте. Пролив Дрейка это самое бушующее место в Мировом океане. Это место, где сливаются три океана, и там, конечно, 24 часа в сутки находится, происходит шторм. Там нужны бывают все, и иногда ты о своих функциях журналиста забываешь. Там, кстати, была одна из таких классических историй, которые не могут быть разрешимы, на мой взгляд. Это ответ на вопрос, что делать, снимать или помогать. Наверняка у вас эта дилемма возникала, или точно возникнет, если вы окажетесь в журналистике. И мне интересно, как это решается? Вот есть какие-то курсы здесь по поэтике журналистской? Вот этот вопрос, как здесь, какой ответ имеет? На старших курсах, по-моему, у нас есть как раз-таки Светлана Каимна преподает. А в качестве примера просто того, что вы сейчас сказали, несколько лет, много лет назад, на самом деле, я лично была в шоке от того, что профессиональный фотограф рассказывал, что стал свидетелем того, как тонул человек. И он на доле секунды, которые, разумеется, раздулись в голове в вечность, не мог принять, задумался, не мог принять решение, броситься спасать человека или достать фотоаппарат. Как вы думаете, что он сделал? Первое или второе? Спасать или фотографировать? Совершенно верно. Он сказал, без меня найдется, кто его спастит, а были на пляже еще люди. Я крикнул и бросился за фотоаппаратом. Вот это вот меня повергло в шок, а потом я подумала, наверное, ведь он прав. Я могу сказать, что любой человек, который вам даст ответ на эту дилемму, будет неправ, потому что это будет его ответ, а не ваш. И нет тут готовых решений и никогда не будет. Потому что есть еще и третий вариант, о нем почему-то все забывают. Иногда не нужно ни спасать, ни снимать, нужно убегать. Хотя бы свою жизнь спасти. И это уже будет, в общем-то, неплохо в целом неком таком, ну, в некой сумме общественного блага. там плюс один, минус один. Потому что, когда ты будешь спасать, ты, может быть, минус один будешь. Я вам сейчас не говорю, что нужно делать так, нужно делать так или нужно делать так. Это решение каждый из вас будет принимать. И не бывает двух одинаковых ситуаций, не бывает готовых решений. И сейчас мы можем все говорить, что надо спасать людей, конечно. Будет ситуация, не дай бог, у вас тело может по-другому себя повести. Вот просто вы, мозг по одному ведет, тело по-другому, а сознание по-треть. Иногда снимать бывает гораздо полезнее, чем помогать. Некоторые снимки в истории человечества сделали, на мой взгляд, больше блага, чем помощь конкретной ситуации. Может быть. Но опять-таки всегда это решение конкретно человека. У меня это решение несколько раз в жизни возникало, стояло так очень остро. Иногда, когда я работал на телевидении, было проще, потому что я знаю, что со мной работает оператор, и оператор будет снимать, а я буду помогать. И мне так гораздо проще. Есть ситуации, когда мои коллеги спасали людей неоднократно, там те же самые ребята из программы перехват, но готовых решений нет. Так вот, в экспедициях такие вещи возникают часто, потому что экспедиция всегда экстремальна, это всегда некая такая, всегда не идет по плану. Всегда думаешь, сейчас вот будет так, так, так и так. Ну опять-таки, проект Антарктида 100, где должны были дайверы погрузиться на глубину 100 метров у берегов Антарктиды, он с самого начала пошел не так, потому что мы изначально должны были пойти туда на ледоколе, а возникла ситуация, когда мы прибыли и, в общем, нам отказали все ледоколы, которые даже имеют российское подданство, но находятся в аренде или зафрахтованные другими государствами, по причине санкций. Кто-то вежливо отказал, кто-то не очень вежливо. В итоге нашелся один-единственный голландец на яхте, которая длиной вот с этого шоу-рум под парусом, сказал, ну, я вас довезу. Но голландец не любил русских, вот прямо отчаянно, тут прямо видно, он всем показывал, что он нас не любит. Но при этом это был абсолютно такой морской волк, который обходил все в Антарктиде, знает все, а не любил он нас, потому что больше сочувствовал в российско-украинском конфликте в украинской стороне, потому что он общается с многими украинскими полярниками на станции Вернадский и, в общем-то, как-то проецировал политическую ситуацию на нас. Мы ему говорили, чувак, ну, в общем-то, мы наоборот, только за мир, мы, в общем-то, не политики, мы исследователи. Ну, потом, мне кажется, он немножко поменял наши отношения к этому. И когда мы шли через Антарктиду, через пролив Дрейка, сложилась такая ледовая ситуация, что айсберги покрошились, и вот огромные айсберги там размером со второй корпуса университета или с два вторых корпуса университета, они видны издалека, а маленькие вот там, ну, размером вот с этот экран, там, я не знаю, с телевизора, с машину, они плавают. И если в них врезаться, понятно, что никакой помощи поблизости нет и ниоткуда. Но для сравнения, до ребят с МКС было ближе, чем до ближайшего населенного пункта, нам. На самом деле это не так уж и высоко, но впечатляет. Это к тому, что очень важно использовать яркие образы в тексте, но которые подкреплены фактами. И в общем от одного айсберга мы прям совсем в последний момент увернулись. Когда мы прибыли к месту погружения, это остров Десепшн, жерло действующего вулкана, но который в этот момент не действовал, там такая остров в виде подковы. Дайверы, когда вышли на поверхности, на них было очень страшно смотреть, потому что опять-таки все пошло не так. А пошло не так еще и потому, что Хэнк, наш капитан, сказал, у вас нет там двух суток, как мы запланировали здесь находиться, потому что идет шторм и в общем-то ребята у нас есть только восемь часов на все про все. Мы говорим, Хэнк, не рассказывай нам про шторм, только что из шторма вышли. Нет, это был не шторм, это было так. Тут штормы бывают очень сильные и очень-очень сильные. Вот то, что идет, вообще нас просто перерубит нам здесь дорогу и мы останемся здесь надолго, если не навсегда. В общем, на все погружение оставалось восемь часов. Ребята сходу после четырехдневного перехода через пролив Дрейка, а это я вам могу сказать, ну не самое приятное путешествие, я лично не ел четверо суток все, что мы шли и даже не мог смотреть на людей, которые немножко могли поесть, потому что тебя кидало, тебя бросало. На яхте под парусом можно пройти практически везде, но тебя будет сильнее кидать. Вот если вы видели картинки из Антарктиды, когда там идет какое-то судно и там огромная такая волна, вот такого у нас не было, просто мы на этой волне то поднимались, то опускались, нас кидало, нас било, в большой волне еще и несколько мелких волн и сильно ударяет. В общем, нас покидало достаточно сильно и какие-то простые элементарные вещи, которые ты делаешь в обычной жизни, они там оказываются совершенно невозможны. Например, очень трудно умываться, потому что ты как, вот помните, раньше была игра, когда там Микки Маус ловит какие-то эти яйца или еще что-то. Вот ты также пытаешься поймать струйку воды, которая там то туда, то сюда, и при этом ты должен как человек-паук держаться всеми возможностями возможностями в этом небольшом гальюне. Но меня, честно вам скажу, два раза из туалета выбрасывало просто от качки, потому что волна ударилась в борт, меня выкидывало. К счастью, я оба раза умывался и был в штанах. Иначе бы, я думаю, коллегам по команде было бы не очень приятно видеть меня летящим без штанов в соседнюю каюту. Вот. Ну, это опять-таки такие реалии. Да? Морской болезни у вас не возникало? Как я же не возникал? Я же говорю, не ел четверо суток. У меня до этого никогда не было морской болезни. Я вообще не понимал, что такое укачивание. И я, в отличие от моих коллег, думал, ну, что эти вот эти таблетки есть, нафиг она нужна? Вот. Мне же интересно будет, что произойдет. стоило бы выйти только в пролив Дрейка из вот этого пролива Бигль, тут же, просто тут же, четверо суток. Это вот, я понимаю, насколько были героическими людьми наши моряки, в том числе наш земляк Иван Михайлович Симонов, который был первооткрывателем Антарктиды на борту Берлинсгаузена-Лазарева, что они же не то, что четверо суток, они там полтора года, по-моему, кругосветное путешествие совершали, и, в общем-то, они не просто лежали, как там мы, или находились на ледовых вахтах, они там постоянно что-то работали. Ну, и плюс они совершенно по-другому, конечно, были экипированы. Вот. Это, конечно, непостижимо. И в тот момент, когда вот дайверы вышли на поверхность, они у них оказалось так, что и гидрокостюмы протекли, а быстро подняться на поверхность после протечки они не могли, а температура воды в том месте была минус 3 градуса. Часто люди спрашивают, минус 3 градуса, как такое возможно воды, но на самом деле возможно, когда вода соленая, она замерзает при более низкой температуре. В общем-то, ребята провели полтора часа в холодной, дикой, дикой холодной воде. Быстро всплыть невозможно, потому что возникает киссонная болезнь. В общем, Дмитрий Августович Шиллер был синий в серьезном треморе, Максим Астахов был вообще, ну я таких людей не видел, вот, наверное, как ваша кофта. Вот. И тогда была дилемма, что делать, снимать в таком состоянии или помогать? Но поскольку людей было не очень много, которые могли помочь, я как-то сразу, наверное, отбросил камеру. Не говорю, что мое решение было правильным, еще раз говорю. Просто это было вот решение в тот момент. И начал помогать там, растирать. Я потом этот момент обыграл, когда сделал фотопроект об этой экспедиции. На афише была как раз эта история описана, как вот я решил для себя эту проблему. Но вы сами погружались, кстати, тоже любопытно. Нет, чем дольше я с ними езжу, тем меньше мне хочется лезть в холодный воду. Я люблю плавать, люблю плавать, там могу с маской плавать, но с эквалангом немного не мое. Вот. Один раз пробовал в бассейне, но просто есть то, что твое, а есть то, что не твое. На поверхности мне всегда находится достаточно занятий, чтобы не скучать. А вот вы сказали дикая температура в плане мороза, да, а оптику вы как? А как переживает эти такие экстремальные ситуации? И снимает еще? Да, на полюсе холода было минус 65. Это прохладно. Да. Не всегда. Было чуть потеплее, минус 45, это уже нормально. Ну, вообще, хорошо. Там немножко другая влажность, все-таки нужно быть корректным. И отсутствие ветра. Когда там ветер, я не знаю, какая там была температура, может, как раз минус 45, это был ужас. Когда вот при такой температуре ветер, это просто реально ужас. Один раз я, вот две экспедиции были на полюс холода, Аймекон, озеро Лабанкир, Ворота. Один раз я видел там ветер, и это было действительно прохладно. Ну, прям холодно, честно скажу. С оптикой дела обстоят так. Хорошо работает на морозе камера, хорошо работает на морозе оптика. Самая большая проблема, когда ты с мороза заходишь в помещение, все мгновенно запотевает, и все ломается. Поэтому я эту историю изучил, и перед тем, как поехать, я купил вакуумные пакеты, знаете, которые для одежды, из которых отсасывается воздух, и которые плотно закрываются. В общем, нормально снимаешь, берешь с собой три аккумулятора, один в камере, один в одной перчатке, другой в другой перчатке, чтобы они от тепла грелись. Аккумулятор через какое-то время, естественно, садится, ты просто меняешь, кладешь замерзший аккумулятор в перчатку, и вот так вот по кругу. Но самое главное, когда ты отснялся, тебе нужно обязательно положить камеру в этот пакет, закрыть точно, герметично. И тогда уже камера спокойно оттаивает в условиях дома. Один раз, но в самый ответственный момент, к счастью, у меня было две камеры, когда было рекордное погружение, первое погружение человека в истории человечества на полюсе холода. Ребята зашли в воду, я снимал, и что-то какие-то тоже дела возникли, я попросил человека подержать камеру. Сам побежал по своим делам, там, ну, нужно было что-то, по-моему, мне как раз нужно в помещение было зайти, что-то достать, объектив какой-то, чтобы не заходить с камерой. Выхожу и смотрю, человек, которому я дал камеру, выходит из хорошо натопленной палатки, внутри которой еще одна прорывь. То есть там влажность дикая просто. И ладно бы, он просто туда зашел, просто камера была бы вся мокрая. Но он потом еще и вышел, и это, в общем, камера в кусок льда просто превратилась, и понятно, что до, там, почти до конца экспедиции она была непригодна для съемок. В общем, вот самое главное это конденсат, самая главная опасность. Завершение. Пингвины кусаются. Меня не кусали ни разу. Более того, даже ползновений не было. Кстати, обычно спрашивают, едят ли пингвинов? Нет. Кстати, едят ли? Люди, по-моему, тоже не кусаются. По отношению к лингвинам, потому что есть некий закон биологического сохранения, я имею в виду человеком написанный закон, который предписывает, что флору и фауну нельзя употреблять в пищу в Антарктиде. Антарктида вообще уникальное совершенно место, потому что это единственное место на Земле, где нет государств, нет правительств, нет постоянно действующего населения, естественно, там нет денег и так далее, и там, ну, Антарктида никому не принадлежит. Вот. Была забавная ситуация с пингвинами, и если посмотреть фильм о нашей экспедиции, там есть такой классный кадр, как в лагуну входит парусная яхта, и пингвины бегут навстречу этой парусной яхте. И это такая милота, знаете, всех так это умиляет, и если не знать, как это снималось, потому что яхта там уже практически стояла, она как-то так ее, видимо, на якоре немножко колыхала, а оператор зашел за пингвинах вот так вот и шуганул их немножко, и они так вот мило вот так вот просто побежали от него, а возникает ощущение, как будто они бегут к яхте, там, поприветствовать ее еще крылочками машут, в общем, вот такая забавная история. постановочный элемент этого нашего... Ну как постановочный, он не думал, что так, но как-то так получилось. Да, красиво, мне понравилось. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, это действительно интересный, разноплановый человек. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова